Утром четверга в северном микрорайоне под колеса груженного щебнем Хова попал бездомный. В больницу пострадавшего доставили с тяжелейшими травмами. Пациент лишился ноги. Конечность попала под переднее колесо самосвала. Случившимся были шокированы и водитель грузовика, и многочисленные очевидцы. Шофер Хова рассказал, что видел пешехода. Тот вышел на дорогу в районе Зебры, практически перешел проезжую часть, а потом совершенно неожиданно развернулся и двинулся обратно. Такого поведения водитель спрогнозировать не смог. Кое-какие детали попали в объектив видеорегистратора, который был установлен в Ниссане «Лаурель». Эта машина ехала следом за самосвалом. Видно, что грузовик едет не быстро. Как только пешеход появляется на проезжей части, водитель грузовика притормаживает, а потом начинает маневрировать. Думаю, чего он так резко остановился. Я начал его объезжать и смотрю, вот под колеса, получается, человек лежит там, орет. Все, и комазист чуть назад дал, ну, чтобы выпустить его. Все, я вперед проехал, машину поставил, начал в скорую звонить. Спустя 15 минут в ДТП угодил и водитель Ниссана «Лаурель». Его иномарку прижал к обочине точно такой же груженный самосвал. Его шофер объяснил, что из-за высокой посадки попросту не заметил сбоку от себя легковую машину. Оформлять эту незначительную аварию водители не стали, договорившись о возмещении ущерба без страховых компаний и полиции. 41-летний водитель, который сбил маргинала, настаивает на том, что дорогу пешеход переходил за пределами зебры. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алферов.